Добрый день, приветствую вас. Это особое мнение. Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, действующего 6-го созыва, руководитель наблюдательного совета телекомпании Рэнтовый Киров. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Ваша коронная фраза. Прошу все высказанные мной слова считать моим суждением. Оценочным. Оценочным. Очередное, кстати, заседание Гурдумы было накануне, 31 января. Да, исходя из того, что жители мало знают, наверное, о работе Гурдумы, в общем и целом, давайте поделимся, что было важно в основном накануне на пленарном заседании. Кроме того, что депутаты согласились с вашим предложением публиковать данные, кто как голосовал на сайте Городской думы. Да, это предложение было поддержано депутатским корпусом, но на самом деле уже начиная со второго заседания все результаты на сайте Городской думы публиковались. То есть с октября, с ноября. Я думаю, что в дальнейшем сайт еще будет доработан, над этим работа ведется, и поэтому проекты постановлений, возможность обсуждения постановлений новых и другие виды информации будут на сайте размещаться, что улучшит работу как самих депутатов, понятно, ну и информированность населения благодаря этому значительно возрастет. Так мы сможем получать предложения от граждан с наших округов дополнительно, ну и, соответственно, вносить поправки в те постановления, которые готовятся в дальнейшем рассмотрении. Это в какой перспективе? Когда это произойдет? Я думаю, что это по моим месяцем, все же, да, у нас как-то не быстро разворачиваются службы. Что еще в экономике было важного? Ну, были приняты постановления по контрольно-счетной палате, вы знаете, да, утвержден план приватизации на 2018 год. Он скорректирован, да? Ну, как скорректирован? Скорректирован новый. А, новый, абсолютно новый. Потому что он был отклонен полностью. То есть, вот, центральный рынок, детский мир, губернатский, Куприд, это пока тема заглохла, да? Приватизировать не планируют. Были выделены ряд помещений безвозмездное пользование. Вот, очень хорошо, что как раз своего 14 округа было для занятия спортом помещение выделено. Потому что это помещение могло попасть вдруг срочно после того, как обратились о его возможности использования бесплатного в план приватизации. Но благодаря вмешательству к депутатам Елены Васильевны Ковалевой этот вопрос был снят с приватизацией. И вот сейчас, после определенных работ, ремонтных, зал будет использоваться для занятия спортом детей. А, ясно. Я напоминаю слушателям о том, что вы тоже можете задавать свои вопросы с помощью специальной информации на нашем сайте echo-kirva.ru. Я туда периодически заглядываю. Ну что, пошли дальше. Ну, также я забыл запомнить, что вот к определенному периоду мы будем выбирать в городе места для благоустройства в очередной раз. И Дума утвердила порядок голосования. Я бы хотел сказать, что бюллетени для голосования будет два. Один будет касаться городских, ну не проблем, а решений. А второй бюллетень будет локально по округу, в котором вы зарегистрировали. Это федеральная программа? Да, это в рамках федеральной программы. Формирование кафедрической среды. И это тоже сейчас какие предложения собираются на сайте администрации? Совершенно верно, да. А после того, как они будут собраны, отфильтрованы, будет проходить голосование. Не знаю, какой период, но, скорее всего, совместят с выборами. Но это не значит, что это будет прямо на участках голосования проходить. Может, со средним знанием, может, где-то рядом. Но бюллетеней будет два. Еще раз подчеркиваю, один, который касается города, а второй, как раз, локальное место, где вы проживаете. У нас был в студии замначальник управления благоустройства, руководитель отдела, как раз-таки благоустройство Дмитрий Печенкин. Он подробно рассказывал об этой программе, активно призывали слушателей заходить, оставлять предложение. Бюллетеней будет два, а не один. Два бюллетеней будет, да. 18 марта, да? Скорее всего, да. Хорошо, следуем дальше. Юрий Львович, буквально в эти минуты идет оглашение приговора экс-губернатора Никите Белых. Медиазона, как обычно, подробно транслирует то, что происходит в Пресненском суде Москвы. Ну, и вот уже сообщение появилось о том, что вина. Я думаю, что оглашение будет продолжаться длительное время все же. Я почему-то ожидал, что приговор будет таким. Ну, это дело очень... То есть вина будет признана? Да. Это дело очень... Хотя Никита Юрьевич является человеком системы. Он не системный человек. Даже если мы вспомним многие нарекания, которые делались по... Он и сейчас остается человеком системы, находясь за решеткой? Наверное, нет. А может и так, не знаю. Мы говорили, что система здравоохранения области переживает определенные перестройки. Это период управления Никита Юрьевичем. Но он для этого делал все так, как было указано в документах, которые этого требовали. Вот если сейчас в информационном пространстве выскочил очень сильно Московская область, Ну, просто с опозданием повторяется все то же самое, что произошло у нас. Это закрытие фельдшерских пунктов, большое количество периментальных центров, которых логистика не позволяет произвести роженец, и так далее, и тому подобное. Вся эта концентрация, якобы, ну, которая должна повышать уровень выполнения всего и вся. Ну, на самом деле, доступность, она не так растет. И вот сокращение фельдшерских пунктов в регионах, особенно с такой логистикой, как Кировской области, а может, она и коснулась и Московской области. Все то же самое. Ты же, что какое-то отношение имеет к уголовному делу? Нет, я говорю, что он, как системный человек, выполнял все те же решения, которые делала наша власть. Вот прокуратура гособменения, как мы знаем, запросила 10 лет строгого режима, и штраф 100 миллионов рублей жестко от намного взглядов. У Люкаева и Белых очень похожи, да, единственное отличие... У Люкаева 2 миллиона долларов, а тут 600 тысяч евро. Можно это закончить? Отличие у него в этих делах заключается, ну, в сумме, как инкримируемые взятки, но и У Люкаев никогда не признавал, что он получил деньги, а Белых при первоначальном опросе это признал. Вот, правда, он говорил, что это не взятка на благотворительные цели, но он признал, что он получил деньги. Что это деньги ему, да? Да, есть такой нюанс, вот, когда был... Но вины он не признает вообще. Да, вины он не признает, да. Было заседание Совета по правам человека, вопрос Белых коснулся, Владимир Владимирович Путин воротил на некие странности в этом деле. Меня тоже удивили, вот я недавно перечитывал эти материалы. Губернатор, в Москве, в ресторане. И не в рублях, а в долларах. Вот, как-то так нехорошо. Если он получил деньги, то получил деньги по минимальному сроку. По минимальному, на ваш взгляд. Да. Ну, меньше, чем у Люкаеви. А у Люкаев 8 получил. И, соответственно, 130 миллионов рублей штрафа. Ну, сейчас эксперты, конечно, гадают, хоть и не благодарны, конечно, но это дело, сколько все-таки, сколько все-таки получит в итоге Никита Юрьевич. Ну, будет осужден. Ну, будет осужден, да. Еще одно дело хочется коснуться, до небольшой паузы, я имею в виду, скандал в управлении ГИБДД по Кировской области. Вот сейчас ходят слухи о том, что Александр Николаевич Плотников это не единственный задержанный по данному делу, по так называемому делу, по КАМАЗах. Фамилию, которую называют его зама, Лялин, если я не знаю. Лялин. Потому что это не последняя фигура, которая будет еще фигурировать в этом деле. Так как это дело федерального масштаба, а не разработка наших местных силовиков, то я думаю, что и другие люди будут еще привлечены к этому делу. Ну, вот как, Юрий Леонидович, как вообще такое возможно? Упроводитель такого влиятельного ведомства, и уже третий по счету плотников претензий, к которому правоохранитель. Инспекция поставила значок о том, что приведен утилизационный сбор. Так что ни одно ведомство было задействовано в этом вопросе. Поэтому я думаю, что фигуранта в этом деле будет немного больше. И исход, если дело дойдет до суда, тоже будет, видимо, громким. Да, ну, во-первых, это же предвыборный период. Хорошие показатели суда можно провести. Если успеют. Если успеют. Да, Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы, руководитель наблюдательного совета, телекомпания «Рентер и Киров». Ваше особое мнение. Сделаем небольшую паузу. Нужно нам это обязательно сделать и вернемся. Вот смотрите, Юрий Леонидович, читаю на нашем сайте новость. В город, возможно, приедет Владимир Мединский, глава федерального Минкунта на открытие космического центра. Есть у вас какие-то претензии к следствию данного объекта? Потому что сроки там переносились несколько раз. Вы знаете, я как-то далеко от этого дела совершенно не особо вникал, честно сказать. Ну, как-то не попадал. Вы космосом не интересуетесь. Ну да, наверное так. Я поближе к земле, куда проводу, к карифам. Да, это мне сейчас более актуально, чем. Давайте о городских делах поговорим. Накануне, да, ведь это было как раз-таки на заседании Гордомы, депутат Татьяна Веселова задала главе администрации Илье Шульгину вопрос о том, будет ли сокращаться количество чиновников, да, городской администрации. На что Шульгин ответил, что в течение этого года будет проведена некая административная реформа. Она уже проходит сейчас. Вероятнее всего, в результате этой реформы произойдет перераспределение сотрудников между отраслевыми органами. И, возможно, структура сократится. Радикально не обещаю, но какие-то цифры мы вам покажем. То есть, видимо, цифры... Число освобожденных, так сказать, от своих должностей. Вот надо сокращать количество чиновников. Количество чиновников надо сокращать не этими мизерными 10-12% задачами, которые обычно ставят. Государство, правоохранительная система, она сокращает число чиновников. Мы уже с вами в программе как-то упоминали. Есть такой маленький город, Нью-Йорк называется. Совсем маленький. Вся мэрия состоит из 41-го человека. Как-то управляются и справляются с городом. Ну, там же депутат Веселова сказал о том, что там при Василии Алексеевича Киселеве было сколько? 170 чиновников. 170 чиновников. Сейчас 500. Сейчас, наверное, задач больше стоит перед чиновниками. Понятно, что чем их больше, тем больше будут нагрузки на бюджет. А эффективность от их присутствия, она определяется так очень эмпирически. Прямой зависимости количества, переходящего в качество, как-то не замечено. Мы будем надеяться, что, Вячеславович, реструктуризацией своих служб займется достаточно серьезно, когда уже пробудет свои должности некоторое время. Я думаю, что мы эти результаты увидим в 19-м году, а не в 18-м. Ну, помните, он в начале своей работы в должности сети менеджера говорил о том, что я не из тех, кто резко кого-то разумно и логично убирает с мест. Посмотрим, говорит, посмотрим. Ну, у Вас, кстати, лично, как у депутата, Вы можете назвать фамилию или несколько фамилий городских чиновников, к которым у Вас такие вот особенные претензии? Что нужно бы им как-то уйти из мэрии? Ну, сейчас как-то они, видать, активизировали свою деятельность, и по тем вопросам, которые задаешь, получаешь очень быстрые и аргументированные ответы. Поэтому, чтобы совсем было неприятно с кем-то работать и общаться, нет. Нет такого? Нет такого, реагируют на вопросы депутатов, на личные там запросы. Я вижу реакцию. Не всегда все получается, но в большинстве случаев это получается. Единственное, что вот у нас есть такая практика, мы сейчас работаем по наказам избирателей, составили план. Поговорили, у Вас там несколько тысяч. Да, несколько тысяч, они разбиты по группам вопросов, и мы читаем ответы, каждый месяц нам готовят справку о том, что вот в связи с тем, что отсутствуют финансы, мы это не делаем, это не делаем, это не делаем, это не делаем. Мы сейчас поставили перед администрация задачу о том, что по этим крупным вопросам, касающимся, например, тротуаров отдельно, освещения города, пешеходных переходов, вообще системы движения в городе Кире, чтобы были составлены программы, были посчитаны средства, которые необходимы на выполнение программ, и сроки, возможные сроки при наличии. Наличие финансирования, выполнение этих программ, потому что раз их не существует, даже вот бывает же так, что у нас раз появляются деньги, мы потом их используем не очень эффективно, у нас были такие случаи неоднократно. Откуда это они появляются? Из федерального бюджета, больше у нас, Аллах, Кировская область. Федерация там смотрит вниз. Да, славу дает другим регионам, вот у нас как-то федеральный бюджет иногда поддерживает Кировскую область. Я думаю, нужно быть готовы, когда уже есть проработанные программы, есть понимание, куда тратить эти деньги, они, как-то, легче этот процесс происходит. Но, кстати, на обустройство общественных территорий, там, сумма-то тоже, по большому счету, у нас есть еще не дальше. Ну, это же на один год пока. 69-79. 69-79. 79-79, да. Ну, я думаю, что эта программа не одного дня, она будет продолжаться, поэтому есть смысл писать соответствующие заявки и принимать участие в конкурсах. Я думаю, что эта программа будет не одного дня. Хорошо, следующий вопрос. Насколько перспективно, на Ваш взгляд, движение, которое сейчас создается снова вокруг Парка Победы? Я так подозреваю, что Вы то самое открытое письмо Шульгину подписали тоже. Нет, я отсутствовал. А, не было Вас, не было, да. Ну, Вы в курсе этой темы, да? Депутаты подписали, в том числе депутаты ОЗС. Ну, я думаю, что, скорее всего... Активисты, я, Шульгин сказал, что мало перспективы добиваться возвращения в муниципальные сообщества. Да, это логично. Тем более, что в последнее время ходят слухи о том, что земля уже продана. Я думаю, что там произойдет и торг. Вы слышали, что земля уже продана? Да. Был такой слух? Я знал, да. Это произошло... Ну, я имею в виду, перепродана уже. Да, перепродана. Перепродана, да. Я думаю, что с владельцами проведут определенные переговоры. Им предложат другой участок земли в городе, адекватный. По площади, по стоимости. По размещению? По размещению. А это будет использовано по назначению для выполнения городских программ, связанных с образованием или здравоохранением. Скорее всего, с образованием. С образованием? Ну, и со спортом тоже. И я очень поддерживаю вот такой способ решения вопроса, что предложил Владимир Ильич Сав Barrich. Компромиссный такой? Да. На закон же нельзя переступать. Вы ведь тогда были в центре событий в 2015 году, когда эта тема с поддержкой скрылась. Да, я по-другому скверноск... как личную обиду воспринимаете все-таки в память о погибших на войне ну это нехорошо произошло с парком победы некрасивое ну тут тоже видимо должно пройти какое-то определенное не короткое время ну я думаю что он затягивался не будет напоминаю что это особое мнение Юрия Шлюминзона депутат Кировской городской думы, руководитель и наблюдательный совет телекомпании Ревятова Киров вы тоже можете участвовать в нашей беседе задавайте вопросы в специальной форме сверху справа на сайте я ваши вопросы могу озвучить дальше про городские дела очень хочется поговорить Илья Вячеславович уже много чего наговорил в хорошем смысле безусловно это приятно слушать новое суждение все-таки человек неместный приглашенный о внешнем виде нашего города очень ярко выразилось Киров зарос как лицо сильно пивщего мужчины он начал там со строительства на перекрестке Солнечной и Московской это Макси будет, если не ошибаюсь у нас торговый центр Макси все там заросло, как говорится никакой радости от этих зарослей нет, они у нас по всему городу но то, что программа работы над зеленением города будет вести себя мы вчера это обсуждали на заседании городской думы а что именно будем делать? мы будем сначала спиливать много чего потому что... сами депутаты что-то пойдут спиливать? ну, есть депутаты, которые ходят этим заниматься мне приходилось в своем углу этим вопросом заниматься потому что заявок и обращений по деревьям которые угрожают, реально угрожают в жизни человека существовало достаточно много я вот не все успел, но очень много мы успели в предвыборный период и после выборов сделать в Коминтерне в этом вопросе пересня как меньше вот в Коминтерне мы там неплохо помогли службы поработать в этом вопросе но программа на этом не заканчивается потому что есть вопросы о том что деревья мешают в школах и детских садах угрожают в жизни детей и так как средства на это сейчас департамент образования выделены надо только проследить, чтобы быть целевым именно на ликвидацию ветхих деревьев да, чтобы это целевым способом было использовано а не попав в общую котел взросло на других потому что проблем там очень много где-то окна надо менять, где-то двери менять надо но есть проблемы достаточно много с созданиями, которые принадлежат образованию чтобы это пошло именно на эти цели ну во-первых, общественники собираются поддержать тему украшения нашего города цветами посадкой деревьев это звучит из многих источников ну мы помним, бывший из сети менеджера Александр Перескоков у нас активно настаивал на том, чтобы клумбы появлялись, чтобы больше цветов да, эта программа будет на это будет именно средства городского бюджета ну я думаю, что и организации, которые обладают определенной территорией рядом с ними находятся клумбы, скверы и другие места поддержат это начинание администрации и тоже займутся благоустройством нашего города ну тот же действующий сети менеджер тоже заявил не так давно о том, что в городе может появиться некая специальная парковая служба ну да мы активно обсуждали в эфире этот вопрос эффективность нашего зеленостроя не особо высока жители живо откликнулись и проявили желание самим тоже участвовать в этих процедурах в обгораживании парков действительно нужно вы знаете, их очень, между прочим, таких инициатив вот я могу говорить о округе, в котором я избирался там очень много инициативных людей это заречная часть? и при речи нет, это заречная это от Сидоровки до Булносина вот такой большой кусок то там достаточно много инициативных людей которые имеют проекты которые этими проектами занимаются благоустраивают свою территорию там ДНКО ну таких много примеров можно привести это по линии ППМИ по линии каких-то городских проектов да, и просто так и просто так и просто так и участвуют даже в футболе сами придумали сами сбросились и реализовали так получается да эта активность она растет в вашем округе или она на таком на определенном высоком уровне я первый год занимаюсь потому что она там достаточно активная вот если район Вересники может там не так и НДК активен хотя тоже этим занимаются не надо говорить, что не занимаются там есть другие аспекты в которых они опережают другие части города но вот ведется все же эта работа достаточно много небезразличных людей надеюсь, что это вытянет ту проблему в городе наш город конечно неопрятный не ухоженный с этим надо приниматься нужно делать так, чтобы было наоборот хотя многие люди я думаю, что у вас есть такие тоже друзья знакомые которые летом приезжают к нам в город и говорят, что город у нас очень зеленый есть такие люди ну да ну зеленый конечно особенно если из северных регионов откуда-то приехали где ну и ягель конечно очень зеленый правда когда вот та часть людей которые ездят по городу и не включают поворотники темно это все равно зеленый или не зеленый ну и их тоже упомянули кстати по поводу поворотников я тут начал замечать что невключение указателей поворота абсолютно не зависит от того что это за машина дорогая или дешевая нет, я за что обратил внимание вот у кого впереди есть определенная ленточка висит они такие патриоты Георгиевская регионов ну да так вот они в большинстве 99% поворотники не включают включайте пожалуйста пользуйтесь этим рычажком слева на руле слева на всем слева ну если машина европейская леворульная давайте сделаем небольшую паузу Юрия Шлеминзоновна и его особое мнение продолжим через полторы минуты продолжается особое мнение Юрия Шлеминзоновна депутата Кировской городской думы руководителя наблюдательного совета телекомпании РНТВ Киров еще раз всех приветствуем есть у нас здесь с небольшим минут но раз уж мы тут заговорили об автомобилях хотя кто не включает указатели поворота давайте поговорим о том что происходит у нас в городе в плане дорожного движения вы ведь работаете продолжаете работать в группе общественного контроля да за ремонтом, содержанием дороги вот 25 числа было первое заседание в этом году на базе ВПКО с критикой да обрушились на городских чиновников ну что делать ну ничего не меняется плохо вот честно говоря я в этом году этой зимой вижу больше машин которые вывозят снег но снега меньше вроде как не становится ну давайте говорить честно я даже писал об этом в фейсбуке вот я на прошлой неделе проезжал по улице Рейпсе Ломоносова и впервые увидел в январе месяце чистый асфальт просто вот вы сейчас видите по дорогу можете припомнить за последние 20 лет или более даже чтобы был виден в январе месяце асфальт но этого никогда не было то есть это говорит о том что хорошо поработали да это говорит о том что работает о том что как производится вывозка снега мы тоже знаем мы делали несколько рейдов уже и надо отметить что в этот день хотя очень интенсивно мы видели машины приезжали но в данных которые были поданы администрации они так снизились не 910 как обычно а 6750 с циферками такими то есть администрация считалась что меньше на самом деле было больше нет а наоборот ну наверное примерно так как должно быть надо сказать что учет практически не налажен мы посмотрели как это происходит на его и если нам утверждают что потом идет сверху гпс навигаторов и фотоотчетов которые присылаются в ДДХ вы представляете чтобы реально в 16 ваше коллеги 16 тысяч снимков да и привязать это к движению транспорта ну это нереально мы же знаем в ДДХ не так много людей чтобы повернуть это не автоматизировано делается вручную поэтому нереально на самом деле конечно подвижки есть это надо отметить и то что мы тратим средства это очень много и правильно не уходит это не есть очень хорошо потому что если мы сравнивали бюджеты которые тратятся на уборку города в городе Казани и в городе Кирове то в городе Кирове на человека тратится больше чем в городе Казани а вы сами с вами знаете а так корректно рассчитывать кстати очень корректно вот именно так на единицу ну попробовали рассчитать то мы видим что Казань чистая а в целом в столице Татарстана все таки больше денег выделяется больше да у нас 360 там не глобальный разрыв не глобальный разрыв они сравнивали даже вот ребята проводили с Херсинки там по населению примерно одинаковое они говорили об этом в нашей стране бюджеты так у нас у нас и бюджет города от одни от Казани грандиозно отличается это Москва да отличается не грандиозно отличается это действительно так да что вы с коллегами добились чтобы так называемые нетитульные улицы да были включены в систему уборки ну да список уборки да их просто нигде нет и не убирали сейчас мы видим что в микрорайонах определенных это началось сейчас существует горячая линия по уборке забытая улица по-моему называется да мы передаем свои сведения в администрацию и ДХ потому что подвижки в этом вопросе все же есть вся проблема еще которую я вижу это невозможность уборки улиц из-за того что у нас не расставлены знаки в нужном количестве и когда там говорят что знаки это так страшно дорого и вообще это никогда не сделать это и о директора директора дорожного хозяйства Ишутинов но сейчас он уже видимо в роли зама в роли зама но мы все равно не имеем ни программы ни общего количества средств сколько надо средств у нас же бюджет на самом деле не очень маленький одиннадцать миллиардов ну да маленький бюджет но и никто цифры эти назвать не может так это что это когда мы говорим о том что нам надо освещение в городе у нас есть улицы в Казахстане вообще нет года меня десятилетия меня так это что некомпетентность непрофессионализм чиновников не желание не желание что это такое не желание может это одна часть вопроса вот мы когда в свое время в восьмом году занимался проблемой детского травматизма это о том что вы тогда в ОЗС были ну даже не в ОЗС это было и с ОЗС связано о том что у нас на пешеходных переходах было много помните порождений детей мы когда стали заменять освещенность на этих пешеходных переходах она не соответствовала близко нам в определенных местах по требованию УВД прокуратуры поменяли освещение когда мы сделали замеры в 14-15 местах освещенность была даже увеличена два с половиной раз от норматива затраты были не катастрофичные не следовало в люменах да освещенность ну при этом мы выяснили что снижение энергопотребления произошло в пять раз когда мы вышли с предложением на городскую думу снижение 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 светлее стало и затраты снизились да рассказали об этом городским депутатам никакой реакции по сей день нет поэтому просили протокола на заседаниях отметить о необходимости программы по освещенности города я думаю что каким-то способом можно все фонари поменять за год там полтора все затраты просто говорят а не пить но у нас есть еще энергетический лобби не надо забывать мы его сможем побороть значит у нас появится и свет в городе и мы будем намного меньше платить за это с новым руководителем дирекции дорожного хозяйства уже познакомились? нет человек с большим опытом работы как нам презентовали его пришел что будет с дорогами весной Юрий Романович? вы автомобилисты активно передвигаетесь видите что дороги разрушаются разрушаются ну вот те улицы которые из-за самого приемка я их периодически обнижаюсь смотрю возвращаетесь на них да возвращаюсь смотрю пока они не вызывают у меня таких больших сомнений а вот участок Кирово-Русской я думаю что у нас весной поплывет у всех вызовет будут вопросы потому что все же качество укладываемого асфальта вот в период этого сезона на городских улицах было приличное потому что даже когда мы пробу брали ну в нашем присутствии брали пробу то их было не так легко выпилить даже это говорит о том что состав был на уровне ну экспертиза вообще подтверждается там все очень хорошо но если вы знаете что не только качество укладки асфальта проблема большая это длинная канализация отсутствие бордюров которая потом приводит к разрушению дорожного покрытия мы говорим уже об отсутствии тротуаров ну сейчас слава богу можно по новым программам тротуары делать и те суммы вот о которых мы говорили 79 миллионов рублей на глупоустройство тротуары попадают поэтому можно голосовать продвигать тротуары там где их нет или они разрушены ну в общем у нас тротуарная сеть не намного меньше дорожная как мы говорили разрыв примерно 500 километров у нас разрыв вообще в 11 и 12 процентов на самом деле если мы уже определенное время в дороге вкладываем средства там миллиард там полмиллиарда то в тротуары мы вообще ничего не вкладываем и уже давно достаточно достаточно давно я думаю что когда начнут тратить деньги и на тротуары то изменения в этом ходить по нашим тротуарам сами понимаете невозможно я поясню и еще надо сказать что их чистят вот тротуары в отличие от дорог не так активно и хорошо чистят ну потому что дворников практически не видим хотя ставки дворников везде заполнены на свободных местах в городе не существует автоматизированная уборка тротуаров показывает не очень эффективно там слой снега сами знаете какой не ровный этот слой поэтому ходить по нашим тротуарам небезопасно я напомню и поясню о каком голосовании говорит Юрий Львович на сайте администрации adamkirov.ru заходите на главную страницу чуть чуть вниз спускайтесь там баннер голосуем за красивый город и в свободной форме в поле специальном можно свои предложения оставить да если у кого то 700 человек уже оставили я хочу подсказать что если у кого то нет возможности через компьютер это дело сделать вы можете подойти в центры местной активности сделать свои заявки и там руководить таких центров поставить на сайт ваши запросы в вашем округе так делается в вашем округе где центры местной активности у нас их не один у нас в калейдоскопе сейчас ДК Зарежный открылся у нас есть на КМДК у нас есть в Порошино у нас много центров ясно ясно которые при том активно и хорошо работают 4 минуты у нас остается хотел бы еще чтобы вы прокомментировали одно из высказываний Илья Шульгина главы администрации у нас Илья Шульгина кажется главным героем что поделать Киров сильно замусорен считает сити-менеджером замусорен вывесками и баннерами есть здание далее цитата на которое смотреть больно по его словам обилие пестрой рекламы на улицах это признак провинциальности от этого признака надо избавлять о том что на зданиях это не все так всегда выглядит я соглашусь о том что наличие рекламы это провинциальность конечно не так я все же бывал в различных городах нет 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 не наличие рекламы а обилия рекламы пестрый причем разноцветный обилие рекламы есть и в достаточно больших красивых городах просто так эстетично сделано что она не вызывает раздражение хотя местные жители Тоже могут говорить, что она их раздражает Не могу сказать, что обилие рекламы Это плохо Когда она выглядит неэстетично Да, это плохо Мы видели фасады наших знаний Разноцветные полоски Хотя этого не должно быть И городостроительный рекламы Это не позволяет все делать У нас есть целое дело рекламы При городской администрации Муниципальное предприятие Муниципальное предприятие Крупное, которое передали сейчас Господин Ященко Он будет теперь руководить этим процессом Какие-то изменения в этой части произойдут Вы согласны, что городская администрация Как-то не может законтролировать Этот процесс появления всевозможных листовок Объявлений на улице города Ежегодно мэрия говорит о том, что мы будем Рейды проводить, наказывать Этим надо заниматься Этим надо заниматься На самом деле Этим делом надо заниматься И есть города, в которых эти вопросы решены Вот я очень удивлен, когда мы на определенных остановках У нас даже специально эти Есть места, где клеить объявления А на других остановках их нет Я думаю, что это не самый верный подход Со столбом надо убирать Систематически для этого есть службы И когда заказчик будет видеть, что его объявления нет Он перестанет этот способ рекламы использовать Поэтому с этим надо бороться Много, долго, жестко Минута остается Юрий Львович, снова поднимается тема возвращения наименования Вятка Нашему городу В январе стало известно, что общественная организация Возрождения Вятки собирается заниматься Широким информационным просвещением жителей Кирова Просвещением занимается вообще всегда хорошо Да, что надо возвращать название Вятка Что это хорошо, что это вообще безболезненно И денег на это не потребуется И церковь сейчас активно подключается к поддержке этих активистов Общались мы в эфире У них в планах в 19-м, если я не ошибаюсь, году Выносить вопрос в законодательные органы И вот определяться уже Как вы к этому относитесь? Я думаю, что вы скажете, что мы это проходили много раз Мы это проходили Я готов и проголосовал бы за название Вятка Ну, приятный, значит, это слово для меня Слуха А там за добавляешь, взятка получается? Ну, я не умел, не давал, не получал Это для меня, это слово так Очень далекое для меня Так, я правильно понял, да? Если было бы голосование, вы бы заветку Я бы заветку Заветку по голосованию Но ходить агитировать, наверное, не буду Каждый должен сам взял Юрий Шлемензон, депутат Кировской гордумы Действующего шестого созыва Уководитель наблюдательного совета Для компании Рэнтов и Киров Спасибо Завершайте наш беседок До свидания Спасибо, до свидания